Мы говорим о создании осознанной мечты, которая будет проявляться и работать. Если вы сможете создать это в своем уме, ваш ум станет волшебным. Это и есть тантра. Были случаи, когда тантрики сажали семя и заставляли его прорасти и приносить плоды уже через час или два. В человеческой жизни есть два измерения. Первое — человеческая сущность. Она должна просто существовать. И, конечно, действовать. Человек хочет что-то делать. Если вы хотите что-то сделать в этом мире, то чем масштабнее и ярче ваша мечта, тем лучше. Если у вас слабая мечта, если каждый день она меняется, то она не проявится в действительности. Поэтому, когда вы хотите действовать, вам нужна мечта. Вы знаете эту знаменитую фразу «У меня есть мечта». И это привело к потрясающим вещам. Это изменило целую нацию. Это полностью изменило культуру. Просто потому, что у кого-то была мечта. Поэтому, когда дело доходит до действий в мире, вам нужна мечта. А иначе как? Но всем необязательно иметь мечту. Если у каждого есть свои собственные мечты, они превращаются в фантазии. И это приведет к чему-то другому. Осознанный человек должен создавать мечту. Вы хотите, чтобы я прервал это мечтание, этот сон, или вы уже пробудились? Такое случается со снами, не так ли? Вы спите, кто-то приходит, все, сну конец. Но сейчас мы говорим не о таких снах. Эти сны всего лишь преувеличены воспроизведением многих неосуществленных вещей внутри вас. Большинство снов, которые люди видят ночью — это просто непроявленная реальность, которая находит всевозможные странные выражения. Это просто случайные мысли, мелькающие большую часть времени. Существует четыре различных типа сновидений, но большая часть снов — это просто неосуществленные желания. Мы не говорим о таком сне. Мы говорим о создании осознанной мечты, которая будет проявляться и работать. На самом деле, Дэви — это мечта. Я ее придумал. Но она реальна, и она работает. В мире есть одна культура, которая в целом верно это поняла. Индийское объяснение этого слишком сложно для понимания. Но простое выражение было найдено аборигенами Австралии. Они называют мир и создание мира сновидением. Богу это приснилось. Это нереально. Даже сейчас Бог сидит и видит все это во сне. То, что вы здесь все сидите — это сновидение. Это нереально. Это безупречное описание творения. Оно простое, но идеальное. Это то, что здесь мы назвали майя. То же самое вам пытается сказать и современная физика. Существование относительно. Оно относительно вашего сновидения. Не вас как личности, а вас как сущности. Это верно. Итак, если сущность создает форму, основидение само по себе является формой, если оно создает форму, она проявится. Конечно, она нуждается в небольшой поддержке. Но при некотором содействии форма всегда будет проявляться. Все измерение тантры заключается именно в этом. На Западе слово «тантра» означает… Есть дураки, которые написали книги, в которых говорится, что тантра означает безудержную распущенность. Нет. Слово «тантра» означает технологию, технологию созидания. Тантра требует очень яркого воображения. Это все равно, что вы и сами можете попробовать, можете потратить на это некоторое время. Ничего не срывайте. Просто сядьте возле дерева или травинки. Просто живо воспроизводите в своем уме все детали этой травинки на 100%. Это требует большой работы, поверьте мне. Все детство я просто сидел и воспроизводил по памяти мелкие вещи в своем уме. И если вам удастся сделать это хотя бы с одной вещью, уверяю вас, если вы воспроизведете по памяти этот мизинец в своем уме, ваш ум станет волшебным. Говоря по памяти, я имею в виду, что у этого мизинца так много особенностей. Если вы проходите микромиллиметр за микромиллиметром, запоминая каждый кусочек и воспроизводите это по памяти в своем уме, способности вашего ума становятся безграничными. Теперь, если вы захотите, то сможете сделать так, чтобы мизинец вырыс из травы. Это и есть тантра. Были случаи, когда тантрики сажали семя. Семя — манго. Они заставляли его расти прямо там и принести плоды через час или два. Потому что это сон. В любом случае дерево — это сон. Ваше тело в любом случае — это сон. Вселенная в любом случае — это сон. На одном уровне — это сон. Это относительно. Это то, что мы называем майя. Майя не означает, что этого не существует. Сон не означает, что этого не существует. Все не так, как вам кажется. То, как вы воспринимаете через свои пять органов чувств, не соответствует тому, как все есть на самом деле. Природа этого совсем иная. Поэтому, когда я говорю о разных вещах, я могу говорить разные вещи, но они не являются разными. Потому что вы смотрите на это с помощью различающего интеллекта. Поэтому для вас они выглядят по-разному. Сейчас вы сидите на земле. Вы можете думать, я сижу здесь, но земля думает, что вы всего лишь ее кусочек. Кто однажды окажется прав? Сейчас мы можем сказать, нет, это не так, я могу встать, я могу ходить, могу бегать, могу прыгать. Но однажды, когда земля примет вас обратно, она посмеется над вами. Так что сегодня вечером будет лучше, если вы сядете и посмотрите на эти три вещи. В конце дня сядьте в кровати и оглянитесь на весь день, как вы его прожили, начиная с того, как вы проснулись. Вы увидите, что в 90% случаев вы были довольно глупы. И поверьте мне, в процентах я весьма великодушен. Если вам поручают небольшую работу, если на вас возложена небольшая ответственность, вдруг вы становитесь очень важными. Внезапно вы становитесь более значимыми, чем вся Вселенная. Сколько раз вы превосходили размеры Вселенной? Если вы посмотрите на это, то увидите, что в большинстве случаев ваши размеры раздуты. Сколько раз вы становились бессмертными, то есть не осознавали свою смертность? И сколько раз вы бродили и смотрели на людей и вещи вокруг вас без какого-либо чувства вовлеченности? Посмотрите только на эти три вещи, вот увидите, вы будете смеяться всю ночь. Не нужно плакать, просто научитесь смеяться над своей глупостью. Вы увидите, что весь мусор, который вы носите с собой, очень быстро превратится в удобрение. А удобрение полезно для роста, да? Да. Если вы будете делать это каждый день, вы станете мудрыми, поверьте мне, очень мудрыми. А мне нужны мудрые люди. Я их ищу. Есть много чего, что нужно сделать, но нет внутренней мудрости. Давайте вырастим таких людей. Музыка. Музыка. Музыка.